НАТО впервые опубликовало посты в соцсетях на украинском языке. Сухопутное командование НАТО NATO Allied Land Command впервые опубликовало на своих официальных страницах в социальных сетях посты на украинском языке. До этого все публикации были на английском. Посты на украинском языке опубликованы в Твиттер и Фейсбук военного альянса. В организации отметили, что Украина – это ценный партнер НАТО и первое из государств-партнеров участвует в силах реагирования военного блока. Также в альянсе подчеркнули, что Украина стала одним из шести партнеров по расширению прав и возможностей объединенного командования АС «Ландком» НАТО. В настоящее время в штабе «Ландком» работает один украинский офицер, добавили в организации. К постам прикреплены фотографии учений Вооруженных сил Украины. На них украинские военные стреляют, совершают маневры на боевой технике, изучают оперативную обстановку на карте. Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской конституции. По его словам, это нужно для противостояния российской агрессии. Отметим, главнокомандующий ВСУ Руслан Хамчак заявлял, что ВСУ стали настоящим щитом Европы. РБК «Украина» писала о сообщении украинской разведки о том, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова